Продолжение следует... Она чистая. Хорошо. Считай, пожалуйста, сколько энергии, какая чистая вибрация на настоящий момент у Марины? 80. И? 14. 14. Это довольно немного. Хорошо. Марина, вы заправляетесь энергиями? Сбрасываете негатив? Выдавливаете его? Как мы вам показывали? Она отрывки какие-то делает. И в ней очень много информации, которую она получила. Ей надо усваивать ее. Она как перевозбуждена, что ли, от этого. Ну так надо гармонизироваться, успокоиться. Хорошо. Включаем Марине внутренний велосипед на счет 3, 1, 2, 3. И на счет 3 Марина начинает выдавливать из себя все негативные энергии, вибрации, информационные каналы. Прочищается. Все лишнее, все негативное и патогенное выходит. Энергия страха, боязни, энергия болезни. Все это наматывается в шар перед ней. Она пытается это делать, но ее отвлекает. Мысли у нее всегда в другой стороне. Не здесь. Она не сконцентрирована, когда это делает. Поэтому у нее до конца все не уходит. Вот. Понятно. Хорошо. Готово. Отлично. Большой шар? Ну это ее энергия перевозбуждения просто. Хорошо. Всплески. Вот так, Марина, можно найти энергию каждый вечер. Представлять этот шар. Вы его увидите закрытыми глазами. Может быть расплывчато, как светлое пятно. Может как темное. И потом дается команда. Открывается портал. Галактическое ядро под шаром. 1, 2, 3. И этот шар улетает на переработку. Закрывает, печатает, растворяем. Готово. Хорошо. Считай, пожалуйста, сколько энергии нужно Марине и какая частота вибрации максимально комфортная? 320. И? 26. И на счет 3 в макушку головы Марины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. И частота вибрации поднимается до числового значения 26 Гц. Пошел подъем. Меркаба у нее есть. Она может эту энергию вниз сбрасывать. Куда вниз? Землю. Хорошо. Она может эту землю заземляться, это называется. Через Меркабу именно. Через Меркабу. Хорошо. Меркаба активирована? Да. Отлично. То есть, если ей трудно вот так выдавливать, она может ее сбрасывать через Меркабу. За пределы Меркабы выводить весь негатив. Хорошо. Марина, вы можете, если вы не знаете, что такое Меркаба, у нас есть видео, как активируется энергия Меркаба. Оно у вас стоит. Мы ее поставили, эту защиту. Вы просто должны выкидывать за пределы своей зоны, вот этой, где вы находитесь, Меркабе, всю негативную энергию вниз скидывать. Все. И оно все уходит. Хорошо, Верочка. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Марина, я останусь с вами, а Вера пойдет и по очереди будет сюда поднимать ваших детей. Я согласна. Хорошо. Я прошу тебя в энергиоинформационном поле найти тонкую эфирно-энергетическую копию 2020 года, воплощенную на Земле. Один, два, три. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Защищаем физический биоробот Романа с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем его в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Романа поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, подъем. Он знает, что ему помогут. Отлично. У него такие вибрации тут, мы на месте. Хорошо. Роман идет к маме. Я спрашиваю мамы разрешение на чистку Романа. Она дает согласие. Хорошо. И я даю команду, значит, три. Сканер начинает сканировать пространство над головой Романа, под ногами. Сканирует все симптомы тела Романа. Находит все. Что тут сканировать? Это так, видно, ему спрут мешает. Неупокойная душа у него какая-то есть. Еще неупокойная душа. Так, сейчас будем разбираться. Спрут, неупокойная. Все. Хорошо, спрут. Ты понимаешь, куда ты попал? И что тебя сегодня ожидает? Синхронизировано с ним очень сильно. Ты подключился к ребенку, которому всего два года. Ты сосал энергию. А сегодня я с тебя буду сосать энергию. И спрут получает удар. 50 тысяч герц удар. Он даже не энергию сосал, а его под себя подделывал. Там воды, как сказать, жидкости какой-то. Вот же паразит. Сколько он находился в биополе, считай информацию. Он вообще общается или нет? Это не голограмма, Вера? Ставим маячок зеленый. Он показывает. Показывает. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе, паразит? Он почти с рождения. Почти с рождения. Родной ребенок был. Хорошо. Покажи подключку, где произошло, когда это было. В роддоме или в другом месте? Он показывает женщину какую-то. Типа медсестры. Она осматривает ребенка, играет с ним. И? Сисюка, я тебе сказала. Хорошо. И он с нее перешел? Да. Не он. У нее еще есть другие. У медсестры? Ты представляешь, что медсестра раздает от спрутов потомство новорожденным? Это кому-то сказать, это просто фильм ужасов. Причем самое страшное, что она даже этого не понимает. Она догадывается. Да, догадывается. Хорошо. Но она не является к нашим. Она догадывается, что ей легче после этого становится. А, вот как. Ей становится легче, когда она передала очередного паразита ребенку. Какой ужас. Я не знаю, Марина, знаете вы, о ком идет речь или нет, о какой медсестре? Но это, конечно, страшная вещь. Хорошо. Ребенку два года. Спрут, сколько ты находился в этом биополе? Больше двух лет или меньше двух лет? Между три и четыре месяца было ребенку. Он переворачивался. Три-четыре месяца было ребенку. Хорошо. Так. Мне это все начинает надоедать. Переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии спроецировать все энергетические каналы, сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Мама помогает Роману ответственность за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в его биополе. Один, два, три. Выстраиваются каналы. В сущности каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Роману. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Ну идет энергия к спроту. Много? На двух цветов. Синий и... Ну не синий, он как темно-фиолетовый. Угу. И белый. Плотный такой. Это их энергия. Если мать сама не защищена и не защищает своих детей, то вот это результат. И к неупокойной душе идет, эмоции идут. Ничего себе. Переживал чужие эмоции. Снимаются все маски и голограммы, Вера. Это ребенок. Это ребенок? А что он здесь делает? Ребенок, ты меня слышишь? Я не знаю, он или абортированный, или не родившийся, что-то такое. А что он в его биополе делает? Считай информацию, сколько он находится в этом биополе. Он связан как-то с Мариной? Нет. Чужой, абсолютно ребенок. Да. Он меня слышит? Слышит. Он меня понимает? Да. Хорошо. Как тебя зовут? Или у тебя нет имени? Нет имени. Давно ты ушел из земного мира? Вернее, находишься в таком состоянии? Он не знает. Хорошо, Вера, ждем реверса. Закончился. Отлично. Выключаете все эмоции. И устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса. Роман забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Роман себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Что возвращается, Верочка? Посмотри, пожалуйста. От покойной души ничего не возвращается. От спрута? Получается, что вот это... Сейчас, секунду. От него информация идет, пока я скажу. Давай. Он переживал разные эмоции в нем. И ребенок возбуждался от этого. Как двойные эмоции показывал. А так у него он не воровал ничего. Он не воровал, он просто пытался жить и чувствовать эти эмоции, для которых он пришел на землю, но, к сожалению, не выжил. Я так понимаю, да? Да. От чего умер? От болезни? Или несчастных случаев? Нет, он под что-то слово всегда идет, эмбрион. То есть он не был... А, эмбрион, он не был рожден. Понятно, хорошо. Ну да, но часть души, видимо, уже вселилась. Значит, мы вернем и остаток-то, да, назад. В светлый портал и все уйдет. В нужные мира. Какой ужас. Да. Хорошо, ждем окончания реверса. От спрута все энергии идут по чакрам. И у него подключек много. Но он среду полностью для себя создавал. Ну, хорошо. Спрут, ты готов сегодня уходить в галактическое ядро? Я тебя спрашиваю второй раз. Нет, не готов. А почему же ты убивал ребенка? А как ты собирался отвечать за то, что ты воровал? Чем ты собираешься платить назад? Реверс закончился. Спрут, чем ты собираешься платить назад за свое преступление? Может, тебе укоротить твои щупальцы в два раза? Он отвечает или нет? Он говорит, что это обычный процесс. Нам надо выживать. А, ну хорошо. Нам тоже надо выживать. И кто-то один из нас сегодня не выживет. Как ты думаешь, кто это, Спрут? Он говорит, что я возмещу. Чем ты можешь возместить вот этот ущерб, который я видел своими глазами? Сколько энергии ты у него вытащил? Надо закончить чистку, чтобы понимать, что он может дать. Хорошо. Переходим сейчас к процедуре. Вытащи все, что оставил. Давай выходи из пруд. Вытаскивай все, что я оставил в биополе. Всю жидкость откачивай. Все подключки снимай и докладывай готовности к проверке. Проверка будет проводиться двумя миллионами Гц. Если там хоть малейший микрон останется, ты по каналу просто сгоришь в клетке. Даже без моего участия. Разозлил ты меня сильно, Спрут. Разозлил. Два года ребенку. Если бы ты к взрослому кому-то подлез, я бы еще мог как-то понять. Но ребенок, это уже граница переедена. У ребенка осознанная душа. От него такие вибрации идут. За ощущение, что это он маму вообще привел. Чтобы с него сняли Спрута этого. Вот как. Роман, это ты маму привел к нам, да? Он устал от Спрута. Он говорит, что у меня другая миссия. Отлично. И он мешает. Хорошо, Роман, мы тебе поможем. Не беспокойся. Снял он с него. Отлично. Хорошо. Так, начинаем рассинхронизацию. Так, я полагаю, неупокойная душа ничего не оставила и не могла ничего оставить. О подключиках там речи не идет. И я даю команду на рассинхронизацию энергии Романа с энергией Спрута. Значит, три, один, два, три. Итак, Спрут, как ты собираешься возмещать ущерб? Ты, оказывается, к осознанной душе зашел? А это уже двойное преступление. Я не знаю. Здесь информация идет от ребенка. Да. Он говорит, отпусти его. Он больше не посмеет. Понял. И он показывает, что он какую-то связь имел с Спрутами. Ну, то есть, он общался раньше с этой цивилизацией. Хорошо, это то, что он говорит. А теперь я послушаю Спрута. Ну, Спрут, объясни мне эту ситуацию в твоих же интересах. Если ты хочешь уйти одним целым отсюда, а не по частям. О какой связи идет речь? С какой цивилизацией? Он отвечает верой или нет? Ну, идет слово «межгалактическая полиция». Отлавливал он их. А, ну, хорошо. Мы тоже этим занимаемся. Шикарно. Так это месть получается, да? Специально они не ищут, но по энергии чувствуют. Поэтому старается сразу обволакивать. И развивался, не помнил ребенок. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствуйте, Али. Будь любезна, объясни, пожалуйста, эту ситуацию с этим Спрутом. У нас получается здесь какая-то связь, что человек работал в межгалактической полиции. Он сейчас ребенок, ему два года. Как-то общался с этими Спрутами. Я не понимаю. Я понял, что он подключился где-то через медсестру в какой-то больнице. Скорее всего из-за того, что мать не в состоянии сама была себя защитить и детей. Но есть что-то глубже этой истории. Это не месть случайно? Она Ли приветствует всех, приветствует Роман. Да. Они знают друг друга? Лично они эту структуру знают. Хорошо. Она говорит, что у Спрутов нет такого понятия, как месть. Есть, то есть пока они не встретились. Понял. То есть у них идет как чувство, да, по энергии. По энергии они читают. Вот, они читают и есть как запах какой-то, через который они читают. Вот как, понятно. То есть здесь не было именно того, что можно ожидать от рептилоидов и ящеров, и гуманоидов. Специального отлова не было. Специального отлова не было. Хорошо. Значит, это чисто случайная ситуация. И как мы из опыта знаем, это из-за того, что мать сама не была защищена и не могла защитить, соответственно, детей. Я правильно понимаю? Случай с ребенком, да. Хорошо. Благодарю тебя, Али. Мы тогда дальше работаем. Благодарю. Хорошо, Ведочка. Рассинхронизация закончилась? Да. Хорошо. Подхожу к Роману, кладу руки на плечи и помогаю сделать импульс высокой аббрационного шока удара и сжечь каналы к интерференту. Один, два, три. Удар. Сжигается канал, отлетает, открывается портал в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Чистую первичную энергию закрываю, опечатаю, растворяю. Готово. Переходим к проверке. Я даю скейнеру команду на проверку, контрольную проверку Романа. Значит, три. Один, два, три. Знаешь, у него есть от неупокойной души переживания его есть внутри. Хорошо. Включая Роману внутренний белый свет. Один, два, три. Роман выдавливает из себя все эти переживания. Все переживания, которые связаны с неупокойной душой. Один, два, три. Да, будет так, а так есть. Все это выходит из его биополя и формируется в шар перед Романом. В области груди и ноги. Все из груди, из ног. Все выходит, все нити выходят до последнего микрона. Выдавливаем их светом. Все вышло, оно как белый туман. Открывается портал в галактическое ядро и все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. С этим мы закончили. Давай еще пройдемся быстренько по частотам. Переходим на частоту магической воздействия. Если таково есть или было, проявляется? Нет, чисто. Переходим на частоту бесплотной подселенцы. Чисто. Значит, он показывает, что мама его должна гладить по голове от лба и назад. И этим движением назад она должна стряхивать с него все вот эти негативные энергии, эмоции. Абсолютно верно. Я сейчас увидел, да, по спинке голова и спинку гладит и как бы с пылью. Рукой, да, рукой она должна представлять воронку и туда сбрасывать. И вот от головы вот где лоб, от лба вот и назад. Чистить его вот так должно. Хорошо. Так, мы его почистили для контрактов, договоров и манифеста. Ему нужно быть чуть постарше. Давай его закачаем энергиями. Хорошо, подсоедини тонкую копию Романа кисточек высокой вибрационной чистой энергии, которую Роман получает во время сна. Из-за при себе ополи, сколько ему энергии и какая частота необходима? 120. И? 12. И насчет 3. В макушку головы Романа начинает поступать 7 высоко вибрационных потоков по 120% каждый. Это 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Чистота его вибраций поднимается до числа значения 12 Гц. Пошел подъем. У меня еще один вопрос к Ли. Ли, можно ребенку ставить защиту Меркаба? Она говорит, можно, но мама должна ее представлять, чтобы энергии не сбились внутри. Понятно. Хорошо. Значит, надо все равно с мамой начинать. Все понятно. Пусть Марина тогда обратится к нашему администратору. Ульга перешлет информацию по Меркаба. Готова? Хорошо. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распиляется, усваивается наиболее эффективным образом. Ли говорит, что мама может свое Меркабу использовать для детей. Это раз. И два. Что дома, когда чисто и стоит купол, дети очень чувствуют это. Да, мы чистили этот дом. И там должно быть сейчас очень хорошо. Они плохо себя чувствуют, когда в них что-то сидит, а дом почищен. Эти энергии их очень сильно давят. Готова. Отлично. Хорошо. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распиляется, усваивается наиболее эффективным образом. Хорошо, Роман. Как ты себя чувствуешь? Спокойно чувствую, без чужих энергий. Отлично. Ты наш коллега, так что не беспокойся. Мы помогаем своим, тем более на земле. Роман, будем тебя сейчас возвращать назад. Больше тебе ничего не мешает. И возьмемся сейчас за твоего брата. Марина остается на месте. Мы берем Романа. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Романа в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от Романа и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Хорошо, переходим ко второму сыну. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2022 года, воплощенную на Земле. Один, два, три. Хорошо. Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой впервые, в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла. Защищаем его физически Биоробот с защитным потоком и чистых энергий. Абсолюта. Берем Даниила в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Даниила поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. На месте. Хорошо. Даниил идет к маме. И мы спрашиваем мамы разрешение на чистку Даниила. Разрешает. И я даю команды на счет три. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Даниила под ногами. Скэнер сканирует все семь тонких тел Даниила. Находит все. Подожди, у нас спрут еще находится в клетке, да? Да. Хорошо. Спрут, я тебя отпускаю первый и последний раз. Если ты еще раз войдешь в это биополе, я тебя уничтожу. Понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. И спрут уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес. Сейчас закрывай, опечатай, растворяй. Готов. Хорошо, ждем окончания скэна. Неупокойная душа тоже здесь. Неупокойная душа. Хорошо, давай скэн закончим, потом я с душой разберусь. Ребенок чистый, но вокруг него много энергии разных. Вокруг него, да? Он их притянул как-то к себе или как оно появилось? Он по-разному на них реагирует. Мама, папа, брат. Хорошо, давай включим Даниилу внутренний белый свет. Один, два, три. И, значит, три. Даниил выдавливает, мама помогает. Из своего биоробота все эти энергии, все эти мысли, все, что вокруг него находится, все формируется в шар перед ним. Один, два, три. Хорошо, ждем, пока шар крутится, обращаясь к неупокойной душе. Неупокойная душа, ты хочешь уйти в чистилище, в светлый мир? Да, хочет. Хорошо, я даю команду на четыре. Открывается портал в чистилище светлой мира. Один, два, три. И я прошу куратора встретить неупокойную душу. И она уходит в портал. Ну, он улетел туда просто. Сокрывай, опечатай, растворяй. Хорошо. Шар выходит? Ты знаешь, собрался. И он постоянно на маму смотрит. Ему очень важна мама. Он ее выбрал. И ее энергии им очень нужны, сказать. Хорошо, Даниил, скажи нам, как маме давать тебе энергии? Как бы тебе хотелось их получать? И какие энергии тебе нужны? В отличие от родителей мы можем разговаривать с душами в любом возрасте. Ну, он показывает, что ему очень нравится тепло. Мамы. Хорошо. Еще что? Оно ему нужно. Тепло. Материнское тепло. Хорошо. Ты озвучил, Даниил. Что еще? Куратор не хочет ничего добавить. Он наблюдает. Вот он показывает. Он показывает будущее. То есть он показывает, он сидит. Да. То есть он показывает, как он растет. Ходит дальше ему. Он старше. Чем больше он растет, тем меньше ему нужно мамино тепло. Но сейчас оно ему просто необходимо. Вот он показывает ему, наверное, 60% всего внимания минимум должно быть мамино. Отлично. Хорошо, Марина. Вы понимаете, о чем идет речь? Вера? Она отвечает? Она не отвечает. Она просто как считает, что все мамы с ребенком связаны. Но у него именно, ему нужно вот ее внимание. Он наблюдает постоянно. Даже если он играет, он показывает, он сидит, играет с чем-то в будущем. Но он всегда, вот как сказать, одним глазом, он знает, что она рядом. То есть ему вот необходимо ее, иначе он, ну как, пропадет. Хорошо, Марина. Примите это к сведениям. То есть ему надо знать, что она рядом. Ваш ребенок должен знать, что вы всегда рядом для него. Как вы это сделаете, вы, наверняка, лучше знаете, как мать. Поэтому просто примите это к сведению. Хорошо, да? Роман, он как защитник. Он и маму защитит, и брата. От него такая энергия шла. Войн. А маленький, ему вот необходима эта мамина энергия, чтобы жить. Вот он будет спокоен, если она рядом, где-то рядом присутствует, и со своей энергией ему это очень нужно. Хорошо, отлично. Мы это все передали. Хорошо, Верочка, мы заправили Даниила полностью. Нет, у нас шар собрался от других энергий. Большой шар? Нет, небольшой. Открывается под ним портал, галактическая дра, он улетает на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, сделай запрос, сколько энергии нужно Даниилу, и какая частая вибрация, максимально комфортная для ребенка? 100% и 12. И 12 Гц. Хорошо, и на счет 3 в макушку головы Даниила. Начинает поступать 7 высокоэборационных потоков по 100% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Даниил, как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Ну, хорошо. У него и так было 70% энергии. Ему хорошо, потому что мама рядом. Отлично. Хорошо. Значит, мама все поняла. Мы Даниила почистили. Сейчас будем возвращать его назад в биоробот. И потом вернем Марину. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Даниила в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Знаешь, ему информация идет даже не ему, а родителям, что не надо называть его маменькин сынок или как-то так, обижать будущим. Ему просто жизненно необходимо, чтобы была мама рядом, вот это тепло ее. То есть, оно ему нужно, чтобы быть уверенным, добрым человеком. Замечательно. И с возрастом он будет вырастать, и вот эту энергию мамину, которую он накопил, он будет возвращать и маме, и миру, то есть вот это добро и тепло. То есть, все, что сейчас заложится, оно пойдет в будущем на пользу. Хорошо. Но вот именно мамина ему надо. Именно матери. Не надо ему ругать, если он за мамой ходить будет. И вот это для родителей информация. Хорошо. То есть, ему это именно надо, именно для него, для его души. Выключайте все эмоции. Один, два, три. Слышь, только мой голос. Следуешь моему голосу. Хорошо. Он синхронизировался, Даниил? Да. И отключаемся от объекта и переноси в свою комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте. Хорошо. Возвращаем Марину назад в систему биоробот-душа. И для освоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Марины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Да, я на месте. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжение следует...